Глубокоуважаемые коллеги, я понимаю, что вы настроены сейчас слушать о проблемах гипотологии, но, так сказать, обстоятельства вынуждает несколько внести изменения в доклад. Понятие «муказание на иммунитете» я на нем не буду останавливаться, только скажу, что это отображение достаточно большой работы органов и систем организма, которые обеспечивают защиту от инфекций и других вредных факторов окружающей среды. И здесь в первую очередь нужно говорить о проблемах защиты от респираторных инфекций, потому что, собственно, они определяют наиболее высокую смертность населения. Также высокое значение имеет и расстройство других органов, но мы сегодня будем говорить только о защите от респираторной инфекции. И вот по данным официальным данным Министерства здравоохранения, у нас сейчас нет ситуации с эпидемией гриппа и с прошлым годом, даже с прошедшими годами, заболеваемость сейчас ниже и составляет несколько ниже, чем в среднем последние 10 лет. Но, тем не менее, за последнюю неделю госпитализировано 481 человек, при этом львиная доля – это дети. И если мы возьмем пол в зависимости от возраста, то, конечно, наибольшая заболеваемость детей респираторными инфекциями, она приходится на возраст, когда дети начинают активно посещать окружающую среду, но самое главное – детские, школьные, дошкольные учреждения. То есть распространенность заболеваемости значительно растет ближе к 3-6 годам. И очень четко зависит от посещения ребенка детского коллектива. Подходим к проблеме часто болеющих детей, и сразу нужно говорить, что это не диагноз, это понятие, которое отображает только то, что эти дети должны быть под более внимательным наблюдением педиатров и врачей другого профиля, для того, чтобы они не выпали с нашего внимания, и, кроме того, для того, чтобы им осуществлялась необходимая реабилитация, возможно, иммунологическая реабилитация. Что такое частые болезни? В зависимости от возраста частота разная. Если это ребенок школьного возраста даже больше трех раз, то можно говорить о том, что этот ребенок часто болеет. Если это ребенок первых трех лет жизни, лучше, конечно, чтобы он болел меньше четырех раз. Ну и видите, в зависимости, опять же, в четыре года, это пять и более, и так далее. И есть определенные индексы, вот я хочу на них два слова, это инфекционный индекс, если он превышает 1,1, то есть если соотношение числа эпизодов острых эспираторных инфекций в год, в отношениях возраста ребенка в год, больше 1,1. Ну, условно говоря, если ребенок пятилетний болел шесть раз, то мы будем говорить о том, что он часто болеющий. Или если индекс инфекционной резистентности превышает больше 0,33. То есть мы определяли, сколько эпизодов было на протяжении нескольких месяцев наблюдений, и в зависимости от этого, если превышает 0,33, будем говорить о честной болезни. Четко отмечено, что в зависимости от возраста уменьшается все-таки частота респираторных инфекций. То есть наиболее часто в ясеных группах, уже меньше в младших группах, и когда дети бьют в школу, достаточно высокое, скажем так, значительно уменьшается процент вот этих часто болеющих детей. И теперь подходим к тому, как это все обеспечивается, как обеспечивается защита от острых респираторных инфекций. Вначале я хотел показать основу, так сказать, координатора этих усилий, то есть дендритную клетку, которая за всем следит и организовывает процесс борьбы и связь первичного и вторичного иммунитета. Потому что, собственно, она обеспечивает антигенпретентирующие свойства, обеспечивает то, чтобы через активацию то рецепторов организм знакомился с теми инфекционными факторами, которые есть в окружающей среде. Вы знаете прекрасно, что есть врожденный, приобретенный иммунитет. Они отличаются как по своему составу, так и по функциям. То есть если врожденный, это общая и специфическая защита, приобретенный, это уже так целенаправленная иммунная защита от определенных, от знакомых уже для макроорганизма и факторов окружающей среды. Вот дендритная клетка, она как раз и находится в центре этих событий. То есть с одной стороны она обеспечивает защиту первичного иммунитета, точно так же она дает и адаптивные сигналы, которые способствуют тому, чтобы в лимфоциты стимулировалось образование антител и уже обеспечился более адаптивный иммунитет к тем инфекциям, которые есть. И два слова о том, что система обеспечивается распознанием инфекционных факторов через колорецепторы, которые в том числе и есть, и на дендритной клетке, и на ряде других факторов. Эта система, то рецепторы, у которых больше 11, часть из них ответственны за восприятие бактериальных факторов, а часть вирусных факторов. И распознание этих факторов через систему клеточной сигнализации обеспечивает того, чтобы заработали гены, которые будут способствовать синтезу уже противомикробных и противопровоспалительных цитокинов и других факторов защиты. Ну вот, так сказать, немножко более подробно на этой схеме показано, как толорецепторы получают информацию об этих факторах внешней среды и через внутриклеточные сигнальные пути идет запуск генов и образуются или индуцибульная синтеза оксидозота, или другие факторы, интеррекины, которые не обеспечивают уже защиту от инфекционных агентов. Нужно помнить о том, что у детей характерна транзиторная гипоиммуноглобулиномия. И в том числе это касается и иммуноглобулина А, особенно секреторного иммуноглобулина А, который несет очень много важных функций в плане защиты от остро-респираторной инфекции. И здесь на слайде показано, как с возрастом идет созревание этой системы и как увеличивается содержание секреторного иммуноглобулина А. И где-то уже ближе к 5-8 годам потихонечку приближается это к взрослым и только ближе к 80-ти годам эти цифры приобретают нормальное значение, как у взрослых. И второе, что я хочу еще отобразить, это то, что вирусная инфекция, она готовит высокую чувствительность дыхательных путей, то есть повреждая дыхательные пути, готовит их чувствительность уже к бактериальным факторам, которые чаще всего и есть в окружающем мире. И если мы возьмем эти логические, те бактериальные факторы, которые ответственны за возникновение, ну, одно из наиболее частых и наиболее тяжелых осложнений вирусной респираторной инфекции, это пневмония, то это традиционные в последнее время факторы, которые уже сегодня и прозвучали. Это слептопопус, пневмония, это гемофильная палочка, мегоплазма, пневмония, мароксала, катаралис. То есть это 95% практически всех бактериальных пневмоний, которые возникают, они возникают, собственно, по этой причине. И поэтому вопрос иммуноактивности или иммуноактивной защиты, он уже много лет существует и рассматривается уже с позиции все новых и новых технологий. То есть если 30 лет назад были препараты, которые обладали этим свойством, за 15 лет назад появился уже другой класс препаратов активных, иммуноактивных. За последнее время значительно изменились, опять же, препараты, и в конце концов больше всего зарекомендовали себя это бактериальные визаты. И самые последние достижения в технологии это образование бактериальных визатов при помощи микрозвука, то есть механическим методом. И вот это, собственно, новые технологии, и они хотели бы нам быть представлены как через препарат Респиброг. То есть препарат, который обладает несколькими отличительными качествами от всех иммуноактивных препаратов трех аспектов. То есть вот то, что он применяется сублингвально, второе, это то, что бактериальный визат получается при помощи механического метода. И третье, это то, что он содержит достаточно хороший вот этот антигенный состав тех микробов, которые, собственно, ответственны за основные осложнения респираторных инфекций у детей. Так вот представлен препарат поливалент-механика бактериальный визат. Это общее, так сказать, название группы. И препарат может использоваться как с профилактической, так и с лечебной целью. Каждый раз он назначается в одной таблетке один раз в день в течение 10 дней детям старше 6 лет и взрослым. Целью профилактики он назначается 10 дней каждый месяц на протяжении 3 месяцев. И теперь рассмотрим, чем же это выгодно. Исследования, которые были проведены, показали, что если и чем отличается механический визит от химических, то в первую очередь тем, что те антигенные свойства, которые есть этих микроорганизмов, они сохраняются в лучшей форме. И отсюда лучше иммунный ответ организма и готовность противостоять этим бактериальным факторам извне. Ну, я говорил о том, что выгодно то, что это сублингвально. Механизм действия респиброна здесь достаточно подробно описан. Я думаю, не буду останавливаться. То есть он касается как первичного, так и вторичного иммунитета. То есть условно это выделяет три основных направления, или три уровня. Это защита от проникновения вируса, от репликации вируса и защита от проникновения бактерий в респираторный тракт. И вот те исследования, которые были проведены 6 лет, сравнительные, которые изучали все-таки, чем же лучше механический лизис от химического лизиса. Вот одно из исследований, которое было проведено итальянскими авторами в 2003 году, было показано, что даже один цикл терапии вот это в 10 дней повышает от 30 до 680 процентов, то есть в среднем в 2 раза повышает способность к образованию антител. Второе исследование, которое я хочу провести, оно несло в себе анализ нескольких исследований, то есть это своего рода был мета-анализ, в котором изучались, опять же, влияние механического или химического лизиса, препаратов на основе механического или химического лизиса, и оценивался у взрослых. Значит, были выделены 3 группы, основная группа, потом группа с химическим лизом и контрольная группа. Значит, схемы терапии практически были одинаковые, только в одном случае это был препарат с облегванием полиэнтобактериальным лизатором, в другом случае оральный иммуностимулирующий бактериальный лизатор, и контрольная была группа. Схемы терапии, опять же, существенно не отличались, было отмечено, что значительно выше эффективность препаратов, которые образуются при помощи механического лизиса. И это, значит, было, как в сравнении была, сравненная группа, и по отношению контроля значимая была эффективность. То есть резко увеличилось количество эпизодов инфекции, и, что очень важно еще было отмечено, что пациенты, которые применяли препараты на основе механического лизиса, из них ни один не получал антибиотики, даже если возникали у них респираторные заболевания. Второе исследование, это было проведено у детей, достаточно тоже большое исследование на основе доказательной медицины, значит, было включено контрольная и основная группа, 62 ребенка, закончили исследование в основной группе, и 23 контрольная группа. И, значит, было выявлено, что количество инфекционных эпизодов практически в два раза было меньше у детей, которые проводилась вот эта иммуноактивная терапия, по сравнению с предыдущим годом. То есть, и в среднем для каждого пациента длительность, скажем так, в среднем количестве эпизода тоже уменьшилась от 7 практически до 4 раз. И что очень важно, что было показано в этом исследовании, что на протяжении наблюдений от 2 до 9 месяцев значительно повысился уровень бета-лимфоцитов периферической крови. Значит, и последнее исследование, предпоследнее исследование, которое еще хочу увидеть, тоже это было с итальянскими авторами в 2004-2005 году. Они показали, что профилактическая ценность по сравнению с плацебо выражена, она достоверна и в два раза уменьшается как количество эпизодов средним на одного пациента, так и уменьшается в два раза количество пропущенных дней в школе. И последнее исследование, которое я хочу провести, оно только-только закончилось и опубликовано в октябре 2010-го года, проведено профессором недель для Светланы Николаевны из Запорожья. Было выявлено, что если в схему терапии острых респираторных инфекций включался препарат респирон, количество дней, которые проявляются интоксикационным синдромом, было сокращено практически в три раза и было в два раза уменьшена частота рецидивирования на протяжении трех месяцев наблюдений за этими пациентами. Спасибо за внимание.